Девушки отдыхают Ее название с грецкой перекладывается «Схожа с металиком». А еще есть легенда о том, что Венера, богиня кохания, кохающаясь, потеряла туфлю, которая перетворилась на прекрасную квитку орхидеев. Эта квитка и стала символом сексуальности. Люди недавно надавали ей магических властей, а с насинья и полисток квитки готовили преворотное зелье. В Европу орхидеи завезли с Китая и Индии два столетия тому. И стоимость одной экзотичной растения сравнивала стоимость чистокровных скакуней. Сегодня известны больше 35 тысяч видов орхидеев. Одни виды растут на деревьях, другие на скелах, третьи на болотах и даже под землей. Иснуют орхидеи, которые могут прожить 100 лет. Даже нашу любимую ваниль выработают зеленые стручки ванильной орхидеи. А ось найдорожчая орхидея, золото Кинабеллу, коштует 50 тысяч долларов. Найросповсюдженнейший и найвибагливый вид для дома – орхидея Фаленопсис. В домашних умовах вона может свисти целый рік и навіть размножуватись. Надюша, дело в том, что наши орхидеи, Фаленопсисы, они неприхотливы. Они могут расти без горшка. Растения для ленивых. Как без горшка? А куда же мы будем грунт складывать, для того, чтобы цветок рос? Грунт ей не нужен. Это растение эпифит. А что такое эпифит? Растения, те, которые растут на деревьях. Допустим, они зацепились в какую-то расщелинку коры. Где-то в горах. Это растения, которые ведут воду очень-очень редко. Так что их, может быть, вообще поливать не нужно? Нужно, но крайне редко. Ко мне вот пришла вот такая орхидея. Ее хозяйка ко мне обратилась и сказала, что у нее почему-то повяли листочки. Ну да. Мы сделали раскопку. И что мы увидели? Каждый корешочек, вот якобы они есть. И как бы зелененькие. Смотри, возле стволиков черненькая окантовочка. Прогнил. Это говорит о том, что он сгнил. Но она сама себя спасает. Посмотри, она вне грунта наращивает корневую систему. Вот такой цветок можно спасти? Вот эти все ненужные для нее корешочки мы удалим. У нее есть вот два корешочка правильных. А если ни одного корешочка не нашлось здорового выбрасывать? Нет, смотри. Вот эта орхидея выпала из горшка. То есть корневая система у нее отгнила и у нее стал расти в воздухе корешочек. Какая же живучая. Мы такую орхидейку разместили просто на пенопласте. И она будет расти на пенопласте? Она будет расти на пенопласте. С ума сойти. Раз в недельку мы ее можем попшикать на корешочке. Ботву можно с нижней стороны немножечко попшикать. И это все. Мы не увлекаемся поливами, теплыми душами. Рано или поздно это очень плохо кончается. Вот как для этой орхидеи. Кстати, она у меня в таком состоянии находится уже месяц. Просто в воздухе она цветет. Ну почему, если она даже в воздухе цветет, у очень многих она вообще не цветет? Они ее так любят, так ухаживают и просто залюбливают растения. Вот так же мамы перекармливают детей. Да. Это, по-моему, вообще удивительно. Орхидея, которая растет на пенопласте. И она сможет так годами расти? Причем, если мы на пенопласт подвяжем немножечко мха, лучше лесного. Орхидеи просто убегают из неправильного грунта. Вот эта мощная совершенно орхидея. Ты видишь? Все отгнило. И она формирует нормальные эпифетные корни сверху, в воздухе. Она сбегает из горшка. А мы поливаем. Она висит у меня два месяца вот таким вот образом, подвешенная, буквально вниз головой. Даже если ваша орхидея, ну вот практически кажется уже мертвой, это не означает, что она не способна жить. Мы ее спасем. Мы уберем все совершенно ненужные корешочки, просто секатором обрезаем. Вот два корешочка нормальных осталось, этого достаточно. Для дезинфекции можно активированным углем, можно древесным замазать. У нас есть корица молотая. Ничего себе. Воды ей не нужно. Буду просто раз в неделю пшикать на нижнюю сторону ботвы. Нижнюю? Нижнюю. Она очень хорошо кушает именно нижней стороной. А если на верхнюю вода попадет, опасно? Опасно, потому что она по, видишь, жилочке центральной может стечь вот сюда в розеточку, и она может загнеть. Поэтому сверху нежелательно. Если такое случилось, берешь туалетную бумагу, скручиваешь конусом и все это промакиваешь. Грунт для орхидеи эпифитной должен быть невлагоемким. А мы видим, что она растет во мхе. Сфагнум еще причем. То есть тот, который очень долго держит. Мы ее освобождаем от этого богатства. Очень многие женщины на форуме задают вопрос, как сделать так, чтобы орхидея цвела круглый год. У нее все-таки должен быть период покоя, согласись. Но если ваша орхидея не цветет полгода и при этом имеет больше, чем 4 листа, значит уход у вас неправильный. Вот мы сейчас учимся ухаживать за орхидеей. Во-первых. Покупаем орхидею, смотрим, если она сидит во мху, такого не должно быть. И мы обязательно мох удаляем, пересаживаем ее в обычную кору. Лучше брать крупную. Это может быть сосновая кора, дубовая. Может быть просто пробки от бутылок. То есть если ты насобирала, нарезала ее крупненько, где-то так полтора на два, а ты выбрасывала, да? Нужно продезинфицировать или просто порезать, да и все. Кора, которая из леса, ты ее должна прокипятить, потому что там есть смолы, и они грядны. Тем самым ты убьешь червячков, жучков, то есть полчаса покипела, слила, еще полчаса покипела, и готов грунт. Такой грунт, он должен быть сухим. Сухие корни по сухому садим. Потому что если корни влажные, они очень сильно ломаются. Все я неправильно делала, кстати. Те корни, которые находились внутри горшка, такого желтенького или белого цвета. Больные? Нет. Они просто не были подвержены фотосинтезу. Они, видишь, такие бледненькие, потому что они были на солнышке. Почему мы садим прозрачные горшки? Потому что корни орхидеи способны фотосинтезу. То есть они питаются. А если посадить ее в сплошной горшок, пиши пропало. Вот смотри, нужно вот такой выбирать, пластиковый, и продырявить очень много-много дырочек. Чтобы сюда корни вылазили? Чтобы хорошо проветривался. Вот смотри, очень толстые листочки, очень толстые корешочки. Значит, они склонны запасать в своих тканях... Влагу. Влагу. А механизма, как сбросить эту лишнюю влагу, не имеют. В корешочках, которые часто подвергаются засухе, формируется веломен. Это опробковевшие корешочки. В себя впитывают очень сильно влагу. И постепенно, постепенно отдают. Если мы часто поливаем, корни просто задыхаются от того, что они забиты влагой. Отсюда вопрос, как часто поливать орхидею, чтобы она цвела круглый год? Не по расписанию. Я советую, перед тем, как вы решили полить орхидею, ну, во-первых, тщательно посмотреть на горшочек. Если внутри есть конденсат, вы не поливаете ни в коем случае. И даже если корни кажутся вам сухими-присухими, еще воткните шпажку внутрь вашего горшка. Вот таким вот образом. Как когда мы проверяем, пропекся ли корж. Да. И подержали час-два. Потом достаете. Если палочка сухая, можете поливать. Если она влажная, ни в коем случае. То есть внутри есть еще влага. Ей всего хватает. Рассказываю, почему не цветут орхидеи в доме. Механизм такой в природе, что если орхидеи отсветят, в это время у них на родине засуха. Для чего она цветет? Чтобы ее опылили. То есть опылители никогда в сезон дождей не летают. Если мы орхидею заливаем цвести, она не собирается. Второй момент. Обязательно, чтобы она находилась на ярком рассеянном свете. То есть расти она будет в каком-то неярком месте, но цвести не будет. Еще, чтобы мы ее не переудобряли. Удобряем, если мы видим, что растет, допустим, новенький листочек. Вот такие корешочки. Это растущие корни. Свежий, совершенно формирующийся лист. Такую орхидею можно поливать с удобрениями. Через 2-3 недели. Можно ее простимулировать. Допустим, я поливаю раз в 2 недели, а она у меня упорно не цветет. Я ее полью раз в 3 недели, а может и раз в месяц. Простимулируйте орхидею засухой. Если ты орхидею в сухом состоянии, поставишь под мойку в темное место и продержишь ее там 2-3 недели, для нее это стресс колоссальный. Как только она попадает на свет Божий, она начинает спасаться, выпускает и корни, и цветки, и даже детей. Ты говоришь, что она не может цвести прямо круглый год. Какой перерыв цветений нормальный для орхидеи? Смотри, Надюша, орхидея цвела, и остался цветонос. Он может желтеть и засыхать. Если цветоносу не остается живым и зеленым, мы просто ее укорачиваем. О, как это делать? Потому что у меня когда-то я отрезала, и все засохло. Тут вот на конце, как правило, есть живые почки, которые склонны еще цвести. Но я так не делаю, потому что, смотри, уже побег очень высокий, если она опять зацветет, то это будет вот такая сосулька. Поэтому я беру и прирезаю ее. Видишь, вот почечка спящая, вот, вот и вот. И вот здесь бы на этом месте я ее прирезала. Но над местом среза обязательно нужно оставить 2-3 сантиметра, потому что она потихонечку подсыхает, и может и почка присохнуть. Поэтому вот таким методом. Очень бы хотелось, чтобы этих орхидеи у нас стало побольше. Размножаем. Есть некоторые гибриды, которые размножаются очень легко. Они дают прикорневые розеточки. Ты при пересадке берешь ее, отделяешь и садишь в отдельный самостоятельный горшочек. При неблагоприятных условиях она может выстрелить на цветоносе деточкой. То есть вместо цветочка пойдет розеточка листочков. В этом случае мы дожидаемся, чтобы было 2-3 корешочка где-то размером 6 сантиметров. То есть длина вот такая была. Отсоединяем и садим в отдельный горшочек. Бывает, что орхидея очень крупная. И она может заваливаться вот просто на бок, ствол очень большой. В таком случае смотрим. Ага, вот полноценный хороший листочек. Он ей еще может послужить. Делаем вот так. Это готовое растение. Мы его посадим отдельно. А второе растение... Смотри, вот этот корешочек вполне жизнеспособен. То есть мы уберем вот эту гнилую часть, а это посадим. И она где-то через год, я думаю, выпустит одну или две деточки, которые будут с полноценными растениями. То есть ждать все-таки придется. Возможно, даже год. В промышленных условиях до вот такого малепусенького вырастают 3 года. Когда к нам вот такая орхидея попадает, как правило, ей уже лет 6, не меньше. И вот почему они так дорого стоят. Ну, а мы тут начали пересаживать орхидеи. Да, мы возьмем вот этот же маленький горшочек. В большие горшки орхидеи не нужно сажать. Корешочки, в принципе, неплохие. Оно сюда опять поместится? И мы попытаемся их сюда водрузить. Значит, причем я советую под основание стебля подложить обязательно пенопласт, чтобы наша орхидея никогда не замокала. Пенопласт очень быстро просыхает. В принципе, сюда много коры не нужно. Но нужно крупные кусочки, крупные. Я садила орхидею, когда пересаживала ее, и вот так тщательно, заполняя все отверстия, пыталась притрусить кору. Нет, не нужно. Должны быть пустоты. Обязательно помним, что мы можем просверлить дырочки. Если она у меня растет в горшке, то можно ее в любой момент пересаживать? Орхидею можно пересаживать в любой момент. У меня шкодничает кот, и я их пересаживаю круглый год. Значит, получается, орхидея цветет, ее можно пересаживать. Орхидея не цветет, ее можно пересаживать. Лучший, конечно, все-таки период – это весна. Как раз сейчас уже можно подумать о том, какие орхидеи стоит пересадить, а какие стоит меньше поливать. Потому что я так поняла, что основное нарушение – это то, что мы их слишком любим и много поливаем. Да, Надюша, садим с пустотами. То есть заполнять плотно-плотно совершенно не обязательно. Поливаем редко.